Как запорожские казаки свои авторские права отстаивали? Знаменитые мультипликационные герои могут оказаться в центре скандала. Ведь по словам представителей гильдии кинорежиссеров 24.1, возможно, что их образы будут незаконно использованы в качестве одного из символов во время предстоящего чемпионата Европы по футболу. Мало кому известно, что знаменитый кинорежиссер анимации Владимир Дахно – уроженец Запорожья. Его самые известные мультфильмы «Энеида» и «Похождение казаков» полюбились зрителю во всем бывшем Союзе. Умер Владимир Алксентьевич в 2006 году. Однако все авторские права на использование известных мультипликационных персонажей еще при жизни передал другу семьи – директору гильдии кинорежиссеров 24.1 Сергею Кулакову. Я, конечно, удивлен, что в Запорожье, наверное, 90% не знают, что именно создатель персонажей казаков – уроженец Запорожья. И исторически первый самый сценарий был написан «Приключение трех запорожских казаков». То есть это удостоверено, находится в архиве государственном, и у меня есть копия этого документа. Правами на казаков еще при Советском Союзе интересовались зарубежные инвесторы. Сам Владимир Дахно мечтал, чтобы о славных казаках вышла из серии книжек. К сожалению, в парламентском издательстве Верховной Рады напечатали только первую книгу серии – «Как казаки кули шварили». Это было в 2003 году. Тогда книга побила все украинские рекорды по книгоиздательству. За неделю был раскуплен весь тираж – 10 тысяч экземпляров. В Запорожье имя «Земляк Адахно» практически никогда не упоминается. «Проблема, скорее всего, в том, что не уделяется должного внимания тем людям, которые вышли из нашего региона, которые чего-то достигли, по причине незаинтересованности в развитии культуры, наверное, нашего региона. То есть так получается во всем, не только в кино, в музыке, в литературе. Не ценим наших героев». В существовании фольклорных персонажей больше всего заинтересованы предприниматели. К турниру Евро-2012 одним из символов, которые давно и пользуются популярностью среди туристов, по слухам, будет именно «Запорожская троица». Эту информацию гильдия кинорежиссеров узнала из интернета. По словам директора гильдии кинорежиссеров Сергея Кулакова, дочь Дахно, с которой он поддерживает теплые отношения, тоже не в восторге от полученной информации. «К нам никто не обращался за правами. Мы не знаем, будет ли, не будет. То есть мы только узнали это из интернета. Я когда посмотрел фотографии ваших казаков на Хортице, я посмотрел именно три персонажа казаков, описанных в Дахно. Вот есть такие живые люди». Если же официально одними символов Евро-2012 будут запорожские казаки, гильдия намерена судиться. Только не в Украине, ведь имя Дахно известно и далеко за границей. Зарубежные кинорежиссеры также знают о правах на Запорожскую Троицу, а поэтому обещали поддержку гильдии кинорежиссеров 24.1.